Некоторые методы позволяют это сделать не просто качественно, то есть есть или нет, но и сказать конкретное соотношение разных микрорганизмов в исследованном образце. Один из проектов, который ведется, это микробиом кишечника человека. И там исследуется, например, микробиом при разных патологиях. Это, по-моему, при онкологических заболеваниях, сравнивается при болезни крона, ну и, соответственно, в качестве контроля используется норма. И вот, как я уже сказал, одно из направлений – это исследование микробного состава кишечника. Кроме того, вы, наверное, слышали такое понятие, как фармакогеномик. Это, ну, как классический пример, что кому-то лекарство помогает, а кому-то лекарство не помогает. Если не помогает, обычно назначается другое лекарство, потом третье лекарство, до тех пор, пока не поможет. А если не помогает, то потом еще и подбор дозы лекарственного препарата, потому что разные пациенты имеют разную существительность лекарственного препарата. Извините, если я вам прописанную истину говорю, потому что я вам говорю просто как биолог. Вы, конечно, это понимаете, может быть, гораздо лучше, но в чем это заключается? Это заключается, в общем-то, закодировано в нашем геноме, потому что либо есть ферменты, либо система детоксикации, вывода лекарственных препаратов из организма, либо другие механизмы, это уже область научных исследований, которые как раз и детерминируют, будет ли человек устойчив, воспринимчив к лекарственному препарату. И не будет ли каких-то побочных эффектов. Так вот, но для того, чтобы и в том же FDA, Food and Drug Administration, в Соединенных Союзах Америки, есть уже большая база данных, которая говорит, что вот при таком генотипе наблюдаются побочные эффекты к такому-то лекарственному препарату. Или, прежде чем назначить определенный лекарственный препарат, обязательно проведите генетический тест, потому что от него будет зависеть, какую дозу лекарственного препарата назначать. Ну, один из, в общем-то, примеров, который вы наверняка знаете, это подбор дозы варфалина. Ну, и любые другие, даже алкоголь. Вы знаете, что некоторые люди могут пить, некоторые не могут. Есть легенды, что там северные народы не могут пить, или азиаты не могут пить, что у них нет какого-то гена. Ну, на самом деле, у всех этот ген алкогольный геназа есть. Просто есть варианты, у которых он быстрый ген, у некоторых он недельный ген. И от этого зависит, как человек воспринимает алкоголь. Алкоголь, ну, можно считать, как лекарственный препарат. То есть, это вот такой яркий пример, как генетика определяет реакцию человеческого организма на какое-то вещество, в случае алкоголя. И, естественно, можно разработать методы по тестированию и по прогнозированию действий лекарственных препаратов, то есть алкогеном. И в университете реализуются университетные клиники. Сейчас начинает реализовываться проект, так называемая IT-клиника, или смарт-клиник, умная клиника, где будет внедряться компьютеризированная система. Если врач назначает такой лекарственный препарат, компьютерная система будет автоматически сканировать это назначение по базе данных. Если в базе данных есть известный генотип, который, ну, скажем так, связан с применением этого лекарственного препарата, врачу будет выводиться сообщение, что либо нельзя этот препарат назначать, либо требуется дополнительный генетический тест. Ну, вот, что там это может быть. Но эти базы данных, они все созданы не для русских популяций. То есть даже не для русских, а не для популяций этносов, населяющих Российскую Федерацию. Это сделано в лучшем случае для европейцев, чаще всего вообще для американской популяции. А там совершенно другие распределения генотипов. Это раз, а во-вторых, там совершенно другие мутации. Вот один из свежих примеров, я надеюсь, коллеги, не секрет, который я раскрываю. Мы сотрудничаем с, мы видим в Казахском университете с онкоцентром. И там есть ген, версии, мутация, в котором он устраивает, ну, скажем так, протекание некоторых онкологических заболеваний. И есть генетические тесты, которые позволяют, в общем-то, выявить эти мутации. Но они сделаны под заявление уже известных мутаций. А исследования совместно с университетом показали, что у нас в республике были найдены новые мутации, которые стандартные генетические методы не логили. И, соответственно, нету оснований, нету, скажем так, это уже фармкая экономика, нет никакой причины назначать тесты, если они не адаптированы под наши локальные генотипы. И университет, и университет, ну, в стране несколько таких проектов проходит. В университете также ведется проект, кодовое название их зон «Тысяча татар». Но это, как я уже сказал, кодовое название, если вы читаете там «Местна с онлайн» или что-то, жаркие дискуссии ведутся, активно сообразятся таким исследованием. На самом деле, проект, скажем так, не очень удачно назван. Этот проект направлен на определение генотипов именно всех популяций, которые проживают на территории нашей республики, для того, чтобы на основе вот этой собранной информации уже разрабатывать методы генетической диагностики, и в будущем фармакогеномики, позволяющие более эффективно назначать генетические тесты и, соответственно, повысить качество лечения этих больных. Есть два прибора, ну, это одинаковые приборы по технологии, мультиплексные анализаторы. И мы очень широко это используем в наших исследованиях. Вы знаете, наверное, классическая технология – это иммуноферментный анализ, ИФА, где ты можешь провести иммунологическую реакцию, и по взаимодействию антитела с антигеном можно определить, есть это антиген в образце или нет. Либо исследовать иммунный статус пациента, когда смотрится на наличие антител к какому-нибудь возбудителю заболевания. Но стандартный иммуноферментный анализ, ИФА, позволяет проводить только, исследовать только один аналит ну, за один, за одно исследование. Мультиплексный же анализ позволяет до сотни аналитов одновременно исследовать в одном биологическом образце. Что, во-первых, повышая достоверность исследований, нет ошибки между… То есть, если надо посмотреть, например, 50 аналитов, нужно поставить 50 плашек ИФА. А здесь можно провести все в одной пробирке. Соответственно, снижается ошибка при постановке эксперимента, при раскапывании. А во-вторых, требуется гораздо меньший объем биологического образца. То есть, всего 25-50 микролитров. И для некоторых биологических образцов это критично. Потому что, ну, не всегда можно взять огромный объем биологического образца для исследований. То есть, здесь же можно все сделать за один прогул в 25 микролитрах образца. И в качестве примера, ну, здесь можно исследовать любые биомолекулы. В принципе, и ДНК, и РНК, и белки. Мы в основном делаем это на белках. И как пример, это вот те наборы, панели, которые мы широко используем в наших исследованиях. То есть, например, ну, вот этот набор позволяет одновременно проводить анализ 40 разных химокинов и цитокинов в биологическом образце. И видите, здесь огромный перечень всего. Начиная от классических факторов некроза опухоли альфа, там различных метролекинов, метролекин гамма, бета, 2, 4, 6, 8 и так далее и тому подобное. Заканчивая уже более тонкими, скажем так, и менее исследованиями, забитыми цитокинами и химокинами, такие как разные МИГи, разные НИПы, разные факторы роста, например, СД, странами, фактор роста 1 альфа. И как для разных цитокинов человека есть наборы под конкретные патологии, например, при поражении почек, матричные металлопротеинады или ингидиды. Ну, каталог очень большой, и я показал только некоторые из тех, которые мы конкретно используем в нашей работе. Так и цитокины, если вы проводите исследования на животных, есть интересные наборы для крыс, для мышей, и это также позволяет проводить мультиплексный анализ для грызунов. Как раз для грызунов это возможность проведения такого широкого анализа малого грызуна образца наиболее актуально, потому что мы не можем миллилитрами высасывать кровь у какой-то мышки, а если уж синемозговую жидкость, например, забрали, то объем очень ограничен, и стандартный метод позволит 1-2 провести анализы. Здесь же можно провести 27, то есть больше, чем 20 аналитов одновременно в таких образцах исследоваться. Мы эти работы проводим для разных, например, инфекционных и аутоиммунных патологий, потому что позволяет определить, какой именно иммунный ответ протекает в организме. Это TH1, TH2, есть ли там какие-то Т-регуляторные процессы происходящие, или это Б-клеточный ответ. Потому что для каждого типа и подтипа иммунного ответа есть определенный набор цитокинов, которые активируются. И уже по такому исследованию можно сказать, что конкретно происходит в организме пациента на гуморальном уровне. Различные хроматографические системы. Данный конкретно прибор – это промышленный хроматограф для очистки генотерапевтических препаратов. Это одно из направлений исследований в Казанском университете. Но останавливаться сейчас, наверное, не буду. Но в любом случае есть возможности препаративной и аналитической хроматографии. Есть различные анализаторы. Это спектрофолтометры, как классические в филетах, так и планшетного типа. Это и люминесценция, и хими-люминесценция, и люлисценция, и оптическая плотность классическая. То есть позволяет в мульти-лубничном формате проводить подобные исследования. Микробиологические лаборатории, различные гистологические лаборатории, хорошо оснащенные. Начиная от классики – это парафиновая кухня, когда заливка, то есть проводка, заливка, порезка, иммуногистохимия или иммуногистохимия. Есть инфициентная по окраскам, есть крио-стат, позволяющий проводить нарезку материала замороженного. Есть, естественно, для электронной микроскопии различные ультрамикротомы, которые также позволяют проводить пробоподготовку для электронной микроскопии. Лаборатории по работе с культурами клеток, с самыми разнообразными, очень будем работать с клиническими культурами клеток от пациентов. Это и выделение стволовых клеток из различных гидрогических материалов, но чаще всего это жировая ткань. И анализ, то есть вот сейчас покажу, у нас есть и клинические сортировщики, и проточные цитофлюориметры, самые разнообразные, которые позволяют проводить иммунофенантипирование различных клетчных популяций. Например, это у больных смотреть иммунофенотипы их иммунных клеток. Есть ли активация этих клеток, и есть ли апоптос наблюдается в таких клетках. Любые задачи связаны как с выделением и пультибированием, так и анализом клетчных популяций и исследуемых образцов. Уникальная станция, это вот гипоксидная станция. В микробиологии наверняка знакомы, что многие микроорганизмы, это анаэробы, и они просто не могут жить в присутствии кислорода. Но это все знают, а просто многие есть микробиологические лаборатории и методы, позволяющие пультибировать анаэробов. Но на самом деле пультибирование клеток человека тоже не тривиальная задача. Все, что обычно делается, это пультибирование при обычной концентрации кислорода. Это 20-21% кислорода в атмосфере. Но у нас в организме концентрация кислорода может варьировать в широких пределах от меньше, чем 1%, до пару процентов, до 5%. Но никогда не 20%. Соответственно, если вы выделите клетки и начинаете работать при обычном атмосферном кислороде, они уже априори находятся в состоянии окислительного стресса. Либо адаптированы к состоянию повышенного содержания кислорода и окислительного стресса. А если вы исследуете, например, противоопухолевые лекарственные вещества, то многие из противоопухолевых веществ это генераторы свободных радикалов кислорода. То есть они убивают клетку за счет окислительного стресса. Если же вы их исследуете при классическом 20% кислорода, то можете себе представить, что реакция генераторы может быть совершенно другой. И это отчасти объясняет низкую корреляцию между экспериментами в лаборатории и уже клиническими исследованиями, которые проводят в клинике для разных лекарственных препаратов. У нас под заказ создана станция, в которой мы выделяем и мотивируем клетки человека. И не только для исследований противоопухолевых препаратов, это для исследования биологических свойств клеток человека, а также сейчас в ближайших планах это заняться биоинженерией тканей и органов. Потому что если вы выращиваете какой-то тканевый эквивалент при 20% кислорода и транспортируете его в организм, то помимо иммунологического стресса, воспалительных реакций, механических повреждений, эта ткань также будет подвержена адаптации к пониженному содержанию кислорода. То есть и так все тяжелое сложно, а вы еще и... она еще и задыхается биоинженерией. Соответственно, есть варианты, что либо выращивание, либо прекондиционирование ткани перед трансплантацией помогут существенно повысить эффективность тканевой инженерии и биоинженерии. Просто на разные приборные базы. Когда у нас большой поток образцов, есть сербицизированные станции по правоподготовке. И как еще один пример применения генового центра, я просто забыл сразу сказать, вы, наверное, слышали, что Казанский университет сотрудничает с РУСФОНДом. Ну, вы знаете, крупнейшая благотворительная организация, с первым каналом часто акции проводят. И РУСФОНД создает реестр доноров хвостного мозга по всей стране, в том числе и в Республике Творстан. И Казанский университет стал партнером РУСФОНДА. И на нашей базе проводятся все челенетипирования потенциальных доноров. Уже 24 донора мы протипировали. Сейчас ждем, когда... То есть это был пилотный первый прогон. В теории мы рассчитываем, если сейчас запустим проект на полную мощность, то в течение пары лет протипировать несколько тысяч доноров потенциально, войти в крупный федеральный регистр доноров костного мозга со всеми вытекающими последствиями. И опять вот та материнно-техническая база, которая у нас существует, позволяет проводить также и эчелетипирование при, ну скажем, для трансплантации, для процедур медицинских связанных с трансплантацией либо органов, либо костного мозга. А заявлена была тематика исследовательных докладов, как материально-техническая поддержка и поддержка публикативной активности. Это не в качестве саморекламы, но просто как показатель это вот статьи за 15-й год только моей лабораторией. То есть у нас более 30 статей в самых разнообразных изданиях, как русскоязычных, так и англоязычных. И большое количество этих исследований проводится, публикации проводятся совместно с клиницистами, то есть с протекущими врачами. И Казахский университет кто-то заинтересован в дальнейшем развитии таких вот связей между клиникой и фундаментальной наукой. Чаще всего, как это выглядит? У врачей есть группа пациентов, то есть они специалисты в какой-то области. Вот у них есть патология, я уже условно говорю, очень простым языком, то есть вот и вот знают какую-то патологию. И хотят еще лучше узнать, скажем так, что же происходит на молекулярном уровне в организме кетеопольных, либо на генетическом уровне, либо на гоморальном иммунитете. Ну, сами знаете, с нас всех требуют сейчас и публикации. Публикация является также неотъемлемой частью процесса, скажем так, самосовершенствования и повышения квалификации врача. У всех у нас есть все ученики, аспиранты, которым нужно защищаться. И тот богатый клинический материал, в котором вы владеете, он является, ну, скажем так, благотворным полем для сотрудничества. Потому что в Казахском университете есть мощная литернано-техническая база, есть опыт проведения подобных исследований, есть опыт оформления и публикации статей, есть служба поддержки публикативной активности, которые помогут перевести статью на английский язык, помогут опубликовать в разного рода изданиях. Ну, вот у нас, как вы видите, на первом слайде просто импакт-фактор от отечественных изданий без импакт-фактора, но, которые в Акферске, ну, это случайно, безумие, мы туда послали. Но есть, в основном, мы, конечно же, ориентируемся на пресловутый скобус, который, как бы, у нас всех требует, ну, и на Web of Science, с пак-факторами. Вот здесь у нас есть 4-3 хорошие статьи, обычно нашими шведскими коллегами с пак-факторами деятельности. Так что, самый разнообразный ассортимент журналов, и мы готовы помочь, скажем так, при проведении совместных исследований, это уже становится нашей задачей, довести результаты исследований до хорошей публикации. Ну, думаю, здесь я сейчас подробно вдаваться не буду, если только в режиме вопроса-ответа, и позвольте тогда первую, скажем так, часть пока завершить, и если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Да, да, конечно. Пускующего невролога, скажем так вот. Возможно, он будет дилетантским. Все дилетанты, любители. Вы пытались извиняться за свое дилетантство, да, я сейчас тоже пытаюсь извиняться за дилетантство. У меня вопрос. Вы вообще проводите подобные исследования в рамках вот клинических исследований только, или есть возможность провести некие исследования каких-то пациентов, и как тогда быть? То есть, с чем вы работаете? Например, вы говорили, для меня очень интересно, с точки зрения изучения эпилептологии, например, та же самая фармакопиногия. Как это делается? Как, возможно ли, должна ли я врача еще по-другому? Ну, если это клиническое исследование, то там уже все прописано, и там, скажем так, это уже не наука. Клиническое исследование лекарственного препарата. Да. То, что я сказал, это именно клиническая наука, а не клинические исследования. То есть, ну, вы есть юридические тонкости. То есть, да, у нас есть, во-первых, локальный этический комитет в Казанском университете, который позволяет получать разрешение на проведение клинических исследований. Ну, этим я не веду, в медицинском университете он тоже есть, но просто хочу сказать, так как у нас появилась и своя клиника, есть и свой этический комитет, который позволяет провести, получить разрешительные документы на проведение именно научно-клинических работ. А как это обычно работает, это врачи обращаются, ну, либо мы, раньше мы просто познакомились, то есть мы познали кого-то, представили, Андрей Палыч очень активно, ну, знаете, медик, мы знаем других медиков, обращаются, говорят, вот у нас есть интересная задача, хотелось бы вот исследовать то-то и то-то. Ну, давайте обсудим, обсуждаем, после чего смотрим, есть определенные у нас бюджеты для пилотных исследований, то есть какие-то исследования мы можем привести в пилотном режиме. То есть это должно быть в другом пациенте? Конечно. А, не совсем. Есть два типа публикации. Есть, когда проводится, ну, клиническое исследование, ну, где, конечно, чем больше пациентов, тем лучше, но это все, конечно, зависит от методов применяемых, потому что есть методы очень дорогие, или у пациента очень редкие, когда ты просто не наберешь там тысячи пациентов. Обычно, если, вот для иммунологических исследований, если мы несколько десятков, там, ну, где-то полсотни, сотню набираем в группу, плюс контроль соответствующий, это позволяет первичные какие-то результаты получить. И это публикуется, мы, в общем-то, имеем хороший опыт, когда даже несколько десятков пациентов было достаточно для вполне привычных зарубежных публикаций. Все зависит от глубины исследований. Если ты делаешь только, там, ФНО-Альфа, как бы на 40 пациентов, конечно же, это никуда не идет. А когда ты делаешь 40 разных химофинов-цитокинов, и группа подобрана очень, ну, гомогеном, то есть пациента с очень четкими клиническими признаками, так, то, конечно же, за счет этого можно снизить размеры группы. А во-вторых, второй вариант, это так называемые клинические случаи, если вот, когда есть пациент с необычным течением заболевания. И тогда мы можем этих пациентов также исследовать. То есть, ну, грубо говоря, мы делаем, и так, что, человек, 101 добавляем, и делаем развернутый, например, гуморальный профиль этого пациента. А вот в качестве отписания единственного клинического случая интересного не можем вместо 100 млч задать один пациент? Да, можем. Можем? Да, это называется клинический случай, потому что для всех цитокинов известна так называемая норма реалии. То есть, мы примерно знаем, что должно быть. Конечно, есть определенный разброс, но мы примерно знаем. клинический случай, он именно позволяет помочь врачам, практикующим, объяснить вот то или иное необычное течение заболевания. Да, и мы, у нас несколько таких работ есть, то есть, вот, Руслан Фаридович по некоторым так доложил, но это, правда, немножко из другой серии, не аналитическая, работа практическая, но вот и по генотипам, например, у нас сейчас парочка технических случаев готовится, когда мы взяли классические, ну, 8 разных тест-систем, разные гены, участвующие либо в окислительном, ответе на окислительный стресс, либо в системе интоксикации. и мы обнаружили при одном из исследований, что у них как пациентов сразу две или три мутации было неблагоприятных. И, конечно же, было бы интересно, то есть, мы это будем описывать, посмотреть, как у пациента, если у него несколько неблагоприятных мутаций, как на этом фоне протекает то или иное заболевание, и какой ответ на лекарственную терапию наблюдается у такого пациента. То есть, хочу сказать, что, в принципе, один из самых цитируемых журналов в медицине, New England Journal of Medicine, в общем-то, за счет чего? За счет того, что они публикуют обзорные статьи и именно клинические действия, то есть, клинические случаи. Необычные, но интересные и широкие обзоры медицинское общество. Мы, конечно, такого не дотекли, сразу предупреждаем, но опубликовать в Скобусовском журнале это элементарно. Спасибо. И короткий тоже вопрос. Немологическую панель делаете? Да. Вот эти панели это то, что мы то есть, обычно мы иллюмизировали 21 плюс 27. Это позволяет 48 разных токинов и химокинов исследовать. выбросцы по загруженности. Но, в принципе, если есть интересные случаи, мы можем их единично прогнать, это нас не затруднит. Это как надо с вами связаться? Да. Я как управляющий просто пристала. Я понимаю. Нет, ну, для этого мы... Открывается геномет, сейчас сказали, да? То есть, это плохая структура, которая в Москве. Чем вы отличаетесь, вы взялись, такой вот вопрос. Что они делают больше, что вы делаете больше. Я направляю пациентов на право в Москву. Сейчас это будет оказание, потому что это будет организация. ЭПИ-панель, неврологическая панель. Есть большая разница или что? Ну, я на самом деле не очень знаком конкретно со спектром услуг этой организации, но как... Ну, я, например, знаком с немножко с деятельностью одной из крупных ведущих диагностических компаний в России, это Элитех Московская, потому что многие как филиалы посылают просто ее в Москву на анализ. Там, во-первых, делают какие-то классические вещи. Мы же, вот конкретно то, что в моей лаборатории, мы это иногда делаем, но не очень с небольшим энтузиазмом, потому что действительно конкурировать с крупными компаниями, которые себестоимости одного образца гораздо ниже, у нас смысла нет. Ну, например, вот такую аналогию вам никто в России не сделает, как мы делаем. То есть к нам из того же, из Москвы обращаются научные группы в рамках выполнения научных заданий, и мы совместно с ними делаем, просто потому, что это не является диагностическим. КЛД, они не заинтересованы в науке, они заинтересованы в бизнесе. А для бизнеса есть, ну, вполне чуткие перечни. Сейчас, конечно, есть, вы можете заказать и расширенные генетические исследования, в том числе и просеквенировать геном каких-то пациентов, например, с наследованием заболеванием, чтобы обнаружить, в чем же причина этого заболевания. Но это делается все-таки больше на такой, ну, как штучный товар. И все равно это делает не сама клиника-лабораторная, но клиническая лаборатория, а все-таки ее научный блок. Во-вторых, это все-таки Москва, это посылка туда, в Росток. Во-первых, мы с научной точки зрения более широкий предлагаем, и уникальный ассортимент. А с точки зрения клинической лабораторной диагностики, ну, вот когда она, мы надеемся, в этом году запустится в университетской клинике, это, во-первых, будет местные как бы услуги, а во-вторых, там будут тоже, то есть мы не пытаемся конкурировать за классические какие-то анализы. Мы стараемся именно при необычных ситуациях, когда нужна экспертиза научная для того, чтобы правильно поставить техническую задачу, как это решить вопрос, а во-вторых, это реализовать. То есть, это вот наука. А вот и многие вещи, они известны, например, по фармако-геномике, неизвестны, но они еще не внедрены в широкую ключевую практику. То есть, вот вы, я не знаю, при назначении парфорина, как часто управляет генетический тест человека? А? А на самом деле, даже в России вся панель как бы доступна. Однако, в практику это не внедрено. Задача же как раз университета и вектор развития университетской клиники, как мы видим, это именно развитие персонифицированной медицины, где, да, это будет, ну, там останется стандартная ОМС, ну, а также появится возможность и проводить расширенные, скажем, обследования, в том числе генетические пациенты, ну, как в облучшенных зарубежных клиниках. То есть, это вот высокотехнологичная анализ или помощь медицинская надеемся и будет одним из конкурентных преимуществ. Еще одно исследование не возможно, спасибо, только что. Ну, я, естественно, прослушаю очень интересную погоду информацию о технических возможностях, вообще какие технологии, которые оборудовали В принципе, в мире здесь нет никакой возможности, просто в университете мы имеем такую возможность и выключить на такую арену, которую мы будем следовать организм на церковь, в светочном уровне, в светочном клетке, в кознании и так далее. Действительно, очень непопытное интересное искусство. Очень интересный для нас наш разговор, и для врачей, которые, в принципе, заняты практической работой. И в свободной отработке, которые занимаются научными исследованиями, к сожалению, нам это действительно интересно и неплохо было стекловку с университетом в плане научных исследований осуществлять. Эту информацию как датка дадут, чтобы мы тоже об этом думали. Те, кто занимаются научными исследованиями, наверное, было бы интересно выйти еще на более тонкие органы, и, на самом деле, если брать энтрологические проблемы для опухоли, сейчас уже гистологические классификации, например, они присутствуют, они есть, но больше уже акцент идёт на содержание геномонов, карбажета. Там разные интересные пеноки, которые характерны для развития опухолей, например, в какой-то ткани. То есть это совершенно реальные исследования, которые сейчас проводятся, они очень интересны. И нам, как медицинские слова, какие-то какие-то хотят обращать с айтеками, как пациент в интересном случае, а потом, может быть, какие-то привычки. Исказание проводить его совместно с университетом. Это лучше, наверное, чем обращаться и к далеким, так сказать, как Москва, Петербург. И чрезвычай, которые, ну, не скрывая, можно даже и лестницей больше занимается сейчас. А здесь можно наладить дружеские и хорошие отношения для того, чтобы проводить область этой степени. Спасибо вам большое за ваши сообщения. И здесь дальше идет доклад Латоник Михаил Литович, и у вас секретная генометерапия пришли, если, конечно. Его нет, к сожалению. Его нет, да? Да. Его нет, да? Наверное. Да. Его научно сотрудничество старше, врач-тарматолог, он будет, в основном, творим врач-клинические случаи и особенности препаратов. а... ichi-клинические случаи и стремные случай Johnson вас ました, в царстве Т. ... Работаем мы с Альбертом Анатольевичем на протяжении девяти лет, 2008 года. Начинали мы с экспериментальных исследований, которые плавно смогли перейти в клинические исследования. У нас на протяжении этих лет есть порядка десяти пяти публикаций в российских журналах, в зарубежных журналах. То есть каждый год у нас будет какая-то статья обязательно в иностранном журнале с хорошим фактом. В том числе есть несколько патентов на способы увеличения, на различные возбужденные конструкции и так далее. То есть мы очень тесно сотрудничаем, и, наверное, мы самые первые, которые начали сотрудничать, клиницисты, с исследователями, принимающими только фундаментальные исследования. И сотрудничаем очень благотворно, я считаю. В принципе, сейчас выполняется порядка пяти проектов на БРКБ. Ну и мой доклад больше направлен на молодежь, то есть те, кто стоят в начале пути своего, те, кто хочет что-то делать, развиваться. Я буквально на несколько примеров, на пару примеров покажу, как мы публикуем клинические случаи совместно с Казахстанской Федеральной Универсией. То есть когда можно публиковать клинические случаи? Это демонстрация какого-то нового метода, способа лечения после того, как вы уже обратились по ТЭЛ-бюро, подали заявку, или вы собираетесь это сделать, российское предназначение вам разрешает это сделать в течение полугода после первой публикации, то есть застолкнуть какую-то тему, вы можете подать форму клиническому случаю. Естественно, какая-то казуистика. Попался какой-то казуистический случай, но далеко ходить не буду. Я сидел в поликлинике на приеме, пришел пациент с резаной раной на вершине третьей предплечья, показывает фотографию, и все ему пишут, что повреждение суходил разгибатель третьей-четвертой партии. Он прошел порядка трех-четырех терматологов, специалистов, попал к узкому специалисту, там некому, хирургу, чтобы мы там думали о том, чтобы он восстановить ему расгибатель. Я переворачиваю ему руку, у него здесь контрактурный патриар. То есть у него пальцы не развиваются из-за того, что у него здесь контрактурный патриар. Это выезд, да, то есть так, сечение обстоятельств. Это тоже можно опубликовать, и это будет интересно для клиницистов, посмотреть, послушать, почитать, по данному патологическому. Или вы используете какой-то нестандартный подход. То есть есть стандартная патология, но вы как-то решили нестандартно выйти из ситуации, что-то сделать, в моем случае, хирургическое лечение, ну, в том числе, это заболевание и травма, и дальше можно внести к юзуистическому случаю. Структура статьи абсолютно. Абсолютно стандартная, то есть название, резюме или абстракт, если касается англоязычной статьи, дальше. Буквально короткое введение, материалы и методы, результаты обсуждения и список литературы. То есть структура абсолютно идентична любой научной публикации, но здесь можно не углубляться в тему, здесь можно сказать буквально пару структов введения о том, потому что это патология, так и так-то, мы ее лечили так и так, у нас просто получились такие результаты. Ну, допустим, у нас здесь можно отнести капель к юзуистики, то есть идиопатическая гемеатрофия лица встречается крайне редко. Дальше, здесь мы применяем электростромальные респондарные фракции с смешанной с суховой тканью, полученные эти, выделенные на базе НОСРА-казанского университета совместно с лабораторией Альберта Анатольевича. В общем, здесь и казуистика, здесь и какой-то уникальный опыт, здесь все это собрано в одной такой маленькой публикации, привлекованные от журнала в 2016 году, это одна из первых публикаций клинических, где мы их показываем, что мы можем использовать человеческую терапию в качестве терапии в клинике, в рамках клинических исследований, которые мы проводили с разрешением медитического комитета, поддержки Минздрава и так далее. И вот, собственно, сама статья. Здесь мы очень краткий абстракт, очень краткое резюме даем. Дальше очень краткое введение, потому что есть вот такая вот патология, что ЦН переходит там. Сразу можно сказать, что там нет такого функционального дефицита неврологического. Ведь вот сейчас фотографию видите, собственно, и вот эти эпатические гемиографии. Почему-то, по какой-то причине у пациента в течение нескольких лет произошло такое истончение от кожи жировой перчатки на кожу, что пациент крайне просто раздражало, и он чувствовал себя ущербным, отделенным и так далее. Все стандартные методы лечения, там, витамины, терапии, массажи, что-то еще, он прошел без какого-то эффекта. Существует метод лечения данной патологии, как это чисто физически-пластическая хирургия, как и эпофилинг, то есть забирается жировая ткань, вводится в данную зону, в зону, где ее нету, соответственно, здесь. Но, к сожалению, по данной литературе, кстати, не так много литературы по гемиографии лица, которые мы нашли, и, к сожалению, даже многократное введение чистой жировой ткани, то есть чистого липофилинга, не в любую удовлетворяющую результату, происходит ее истончение, то есть он попрятно возвращается все на другие своя, и, к сожалению, также пациент остается у него удовлетворяем результатом лечения. Здесь мы применили метод липофилинга, но метод липофилинга, обогащенный клетками эстромальной густулярной фракции, то есть это гетерогеновая популяция клеток, в которую входят в том чисто и стволовые, и внизу химистовую стволовые клетки жировой ткани, эндотелиальные предшественники, эндополомеризированные макрофаги и так далее, и так далее, то есть вот такой плеточный экспрессий, плеточный коктейль, полученный, который мы, кстати, фенотипировали на том аппарате, который показывали ФАКС, и мы показали, что это гетерогеновая популяция клеток, и клеток различные есть, в том чисто и стволовые клетки, составляет на 10-15%. Данная методика применяется для аргументации молочных желез, есть такая работа в 2009 году, японцы первые это сделали, в том чистое увеличение молочных желез, липофилинг, изменно с клетками эстромальной коктейлярной франции. Мы решили применить его в данном случае, в случае абсолютно стандартный, нетипичный, обычно не переживается, то есть мы решили попробовать использовать жировую ткань, воплощенную собственными клетками эстромальной коктейлярной франции, выделенной из этой жировой ткани. То есть жировая ткань собирается, часть этой жировой ткани была отправлена в лабораторию, где были выделены эти клетки, дальше все это. Интраоперационно перемешивается с собственной жировой тканью, и уже проводится, здесь на картинке все это видно, проводится лепофилинг, что здесь, замещение, только дефекты мягкой ткани, жировой ткани, облащенной электростомальной коктейлярной франции. Ну вот здесь результаты обсуждения, потому что нужно буквально несколько предложений, и мы показываем, что через два года после операции у пациента, с церковью, то есть если вы посмотрите, сколько мы делали здесь, такое западение, и через два года у него абсолютно нормально, может быть практически симметрично, но мы уже полностью асимметрично, поэтому пациент крайне удовлетворен, с абсолютно результатом нашей работы, и нам позволило это опубликовать в достаточно хорошем журнале, который сейчас называется «Генри Клетка», который входит в «Скопус», один из немногих российских журналов, который входит в «Скопус». И нам это позволило опубликовать данные, эти данные в этом журнале. Ну, в общем-то, мы делаем лечить случай, мы стараемся публиковать каждого, какой-нибудь. У нас много различных аспектров того, что мы делаем в этом случае.